28 августа в Твери начал работу многофункциональный спортивный центр «Грибная база» на реке Тверца, построенную по проекту «Спорт. Норма жизни. Нацпроекта. Демография». В церемонии открытия приняли участие губернатор Игорь Руденя и заместитель министра обороны Тимур Иванов. Эта грибная база была построена при участии в военно-строительной компании Минобороны. Работу постоянно курировал губернатор Игорь Руденя, который уделяет пристальное внимание возведению спортивных объектов в Верхневолжье. Конечно же, огромное значение имела и поддержка федеральных властей. Я хотел бы от нас всех поблагодарить президента Российской Федерации, Валю Валерьевича Путина, который дал возможность этому проекту развиваться и на территории Верхневолжья. Хотел бы поблагодарить правительство Российской Федерации и, конечно, отдельно Министерство обороны в лице представителей, заместителей министра, представителей министра Министерства обороны, которые нам помогли реализовать этот проект. Среди высоких гостей был и вице-президент по региональному развитию Федерации грибного спорта России Андрей Мясоедов. Он отметил важность появления такого объекта на спортивной карте страны. Инфраструктурный вопрос – это вообще актуальная тема для грибных видов спорта. Большинство у нас объектов по стране наследие Советского Союза. И, конечно, то, что грибные виды спорта получают такой объект, это очень серьезное подспорье для воспитания чемпионов, ну и в целом для развития массового спорта. Общая площадь многофункционального центра – более 4000 квадратных метров. Здесь созданы все условия для круглогодичного тренировочного процесса. Обустроены два универсальных игровых и два тренажерных зала. Другие – необходимые для занятий помещения. Большие размеры нового центра лучше всего чувствуются здесь, в этом тренажерном зале. Раньше в старой школе грибной таких тренажеров было буквально по пальцам одной руки. Размеры не позволяли. Теперь же их несколько десятков, а значит, большее количество спортсменов могут одновременно заниматься на них. В подземной части здания располагаются эллинги для хранения судов, мастерская для их ремонта. Оборудованы в спуске к воде. Проведено благоустройство прилегающей к зданию территории. Обустроены подъезды. Ну и, конечно, здесь есть просторные душевые и прочие бытовые удобства. Все это тоже важно для получения хороших результатов. В большом спорте мелочей не бывает. Новое всегда вдохновляет, хочется больше заниматься. Есть возможности ходить также на расслабляющие процедуры. Тут есть баня. Это очень важно, чтобы был душ после тренировки, хорошая раздевалка. Вместе со всеми спортсменами новоселью очень рады и тренеры. Ну и, конечно же, заслуженный тренер России, председатель Тверской областной федерации гребли на байдархе Каноэ Николай Ковалев. Он напомнил, что воспитанники этой школы внесли огромный вклад в медальную копилку нашей страны. Это 227 медалей с первенств мира и Европы с Олимпийских игр, среди которых 102 золотые. Это 9 заслуженных мастеров спорта, 27 мастеров спорта международного класса и 446 мастеров спорта Советского Союза России. Завершилась торжественная церемония открытия символическим заплывом. Хочется надеяться, что среди этих спортсменов будет немало тех, из-за кого Николаю Ковалеву придется снова переписывать свою медальную статистику. Большой день, да!